Всем доброго дня! Сегодня у нас выходной, очень жарко. Погода, конечно, сегодня самый жаркий день. Вообще передавали желательно не выходить из дома. Я включила кондиционеры везде, потому что очень жарко. Все дома, все отдыхают. Даже попугая мы занесли, потому что очень сильно жарко. Я думала, вчера позакрывала и огурцы, и помидоры, и варенье сделала. И сейчас думаю, что-то приготовить на обед. Вчера я готовила холодный макарон, а сегодня вариант холодный. Холодный тоже такой, не макарон, а картошка. Именно холодную закусочку такую сделаем. Хочу вам показать свою орхидею. Она уже мне вот эта вторая, одна и вторая уже отцвела. Я обрезала. Еще осталось вот это. Это уже оно. Первые были две тогда, когда Коля мне покупал, а это уже выросло у меня. Вот мои орхидейки. Они потихонечку приходят в себя. Еще не отцветают. Здесь, кстати, помыла два окна вот этих от силикона. От того, что мы закрывали окна. Вот. Я вам покажу, какой штучкой помыла. Это мои орхидейки. Уже новенькие растут тоже. Ну, слабо тут. Фух, такие твердые. Вроде бы им тут неплохо. Окна хорошо вымыла. Только вот это окно еще мне осталось. Но сегодня нет, жарко очень. Оттирала вот этим антисиликон. Очень хорошо помогает. Ну, все. Ко всему этому я хочу теперь добавить, что нам надо для нашего блюда. Картошка молодая. Сейчас мы ее поставим варить. Огурчики с огорода. Помидорчики с огорода. Базилик наш с огорода. Лучок белый. Ой. Желательно синенький, если есть. Ну, у нас есть белый. Я приготовила водичку. Сейчас добавлю сюда уксус. Нарежу. И моцарелла. Другой вариант, конечно, если у кого-то есть тона, можно бросить еще тона. Вообще будет очень вкусно. Но когда нет этой тоны, можно приготовить и так. Отварить картошечку. Все это порезать. Добавить оливкового масла. У меня есть виноградных косточек. Все это хорошо тщательно порезать. И будет очень вкусный и хороший, и полезный салатик. Особенно, когда жарко. Съестся, как говорится, на ура. Первым делом сейчас я налью водичку сюда. И поставлю картошечку варить. Это быстренько сварится. Кстати, картошка очень вкусная. Я уже разделала эти ребра. Вот, кстати, хотела на вечер поставила разморозить. Может, приехать Коля. Может, без запеков в духовке. Не знаю. Включаем. И пускай они хорошо валятся. Это я варю. Хочу потом кашку сварить. Сварю мяско. Сварить кашку для собачек. Ну, начнем. Так вот порезала и почистила цыгурку. Отдельно приготовила водичку. Добавляю сюда этот уксус. Этот лучок мы порежем. Если бы, конечно, было то фиолетовый такой лучок, он бы, конечно, по-другому не был. У меня его нет. Мы приготовим просто беленького луча нашего лука. Вот так порежем. Кстати, эти маленькие помидорки, это у нас с огорода. Такие наши. Сейчас я лучок отправлю вот сюда. Водичку. Немножечко пускай с уксусом побудет тут. Вот. И отдельно. Ну что, мы порежем огурчик сначала, да? Огурчики такие классные, вкусные, сладенькие. Вот что значит огурчики с огорода. Совершенно другие. Я их вот так мелко порежу. Пока у нас варится картошечка. Я все вспоминаю, когда я приехала, первый год, когда в Италии была, да? Мы были в Кассенции, на Каламбрии. Было очень жарко. И тогда Италия говорит, что сейчас сделаем им салат или батат. И я говорю, что там входит. Ну, это очень быстро и очень вкусно. Там вообще у нас был один вариант. Картошка. Отваренная лундира. Очищенная, потом туда шел синий лучок, базилик, помидоры. Итона, без огурцов. И это он намыл. И было очень вкусно. Мне очень понравилось. Было жарко. Мы такой салатик съели. Было очень вообще сытно. Здесь, в нашем варианте, у нас добавлены огурцы. У нас тонны нету на рыбу. Но она тоже должна быть вкусной. Если, например, кто-то хочет еще себе отдельно рыбки, пожалуйста, нет проблем. Рыбка-селедочка. И селедочка, может быть, уже готовая. А сейчас мы нарежем все помидорки. Интересные помидорки такие. Как груши. Если она хорошо, то разрежу. И пахнут, главное. Так вот помидоры в магазине не так не пахнут, как пахнут именно домашние помидорки. Большой помидор, мы его даже меньше нарежем вот так. Потому что у нас те помидоры маленькие, вот так мы нарежем их. И по тарелочкам разложим, потому что потом по-любому, когда садится картошечка, мы все добавим по очереди. И моцарелка. Конечно, если не с маленькими, такая кругленькая моцарелка, такими шариками маленькими, вообще будет оригинально смотреться и вкусно будет. Ну, так как у меня моцарелла только один вот такой пакетик, я тоже думаю, это тоже даст свой определенный вкус. Ну, вот эти маленькие будем так наполовину. Я уже так думаю, что вот так я их буду резать. Вот так. Ой, испачкалась я помидором. Класс. Прям забрызгала всю футболку. Оригинально. Вот так. Время только, боже, я думала, что так. Время только у нас. Начало 11. Мы так бы сегодня рано встали, бы приехал сынок рано. И мы быстренько там что-то приготовили. Я вчера готовила рагу синенький. Синенький. У меня растет в огороде хорошая такая фасолька, вот эта стручковая, зеленая. И отварила зеленую эту флю. Взяла, короче, рагу со всего. Один кабачок был. Что-то мне, конечно, в этом году с кабачками трагедия. Это, наверное, потому что у меня Андрей все время говорил, кабачки, как они надоели им эти кабачки. И в этом году что-то они цветут, а только один кабачок у нас был. Ну, короче, как-то так плачевно. Хотелось бы своих кабачков с огорода. Ну, факт то, что я купила кабачок. Синенький один круглый такой классный. Фасолька наша с огорода. Помидорки наши с огорода. Лучок. Вот. Я это все поперетушила. Лук, морковка. И получилась очень вкусная рагу. И сегодня еще сделала. А был вариант такого, я у меня тоже, когда была, работала еще в Риме тогда, чтобы было жарко. Потом мальчик со Львова один там, Володя, он всегда готовил вот так. Он делал очень много тушилка. Где-то кабачок, синий, и лучок, и морковка, зелень. И в конце жареный, пережаренный он добавлял этот, фарш. Ну и мой-то так нравится. Этот базилик у нас огород. Смотрите, какой классный. Ммм. Так. Все, вроде бы. Теперь нам осталось дочистить моцарелку. И ждем, пока, вот эти, как я заляпала, все по дороге. И ждем, когда у нас будет готова наша картошечка. Когда она будет готова, мы тогда спокойненько дорежем, опорним наш вкусный салат. Так, скрываем моцарелку нашу. Моцарелла, боже мой. Вы знаете, уже сколько времени я не езжу за границ, уже год, но год скоро будет. В этом месяце. я все вспоминаю моцареллу, которая с молоком такая вкусная. Боже, как я обожала. Вообще, моцарелла, это очень вкусно. Вот этими мелкими. Ну, некоторые могут резать крупно, потому что кому как нравится. А я порежу вот так. Так. и вот такой у нас вариант. Все. Все у нас готово. И теперь мы будем ждать только, когда у нас приготовится наша картошечка. Так, картошечка наша, видите, отварилась. И сейчас я ее быстренько почищу, нарежу и все у нас будет приговориться окей. Это молодая картошка, я ее не чистила. Поставила так, именно с кожурой. Ее кожура очень быстренько уходит. Вот такая картошечка. и сейчас мы ее будем нарезать. Так, я почистила всю картошку. Хочу вам сказать, что эта картошка вообще, какая-то такой сорт сладковатая. Я не знаю, мы ее покупали, не помню, где мы покупали, вавилоне, или в другом вавилоне. но факт, что очень картошка какая-то своеобразная. Вкусно. Это молодой вид картошки, но сладковатая. Сейчас же очень много и красная, и белая, и розовая. Это белая картошка, но вкусно. Ну, сейчас мы быстренько порежем все. Вот так. Можно даже крупными такими. Я сейчас так текаюсь, когда вообще в реальности у нас салат надобраны вот такими крупными кружальцами. Это же все-таки салат ин салатов и бататы. Вот так. Это была наша картошечка. Сейчас отожмем лучок наш, чтобы улучшить и начнем все складывать в одну посудину. Украшать. Теперь перекладываем нашу красивую посудину в картошечку. Наш лучочек. Конечно, если был фиолетовый, то лучок был бы немножко по-другому, но так как за ней менее фиолетовый у нас есть. Белый еще, который полежал у нас немножко в уксусе. Дальше мы добавляем помидорки. Вот такие классные помидорочки. В последнюю очередь не очень базилика. Какая разница, все равно будем все вместе перемешивать. Но добавляем огурчики с огорода. Вкусный, сладкий. моцареллу именно с базиликом. Дальше у нас перчик вкусный, очень вкусный. Соль. Теперь мы добавляем масло. и все это тщательно вот так перемешиваем. У нас получился такой вкусный салат с картошечкой. готовьте. Всем смачного! его Isn't Продолжение следует...